Дамы и господа, мы готовы начать следующую сессию. Группа лидеров представит вам документ. Пожалуйста, занимайте свои места. Спасибо, и спасибо вам за ваше терпение. Я знаю, что наша сессия последняя на сегодня, и после нашей сессии ужин, так что вы, наверное, уже в нетерпении. Давайте я представлю вам эту сессию. Группа лидеров была учреждена генеральным секретарем ООН в августе прошлого года. Целью является стратегическая работа по поддержке и укреплению форума IGF. Три ключевые функции есть у этой группы. Первое – это предоставление стратегических советов IGF. Второе – продвижение IGF, поддержка работы на высоком уровне и многосторонних диалогов в области финансирования. И последняя функция – это обмен идеями этого форума с другими форумами и наоборот. А также обмена опытом. Работа ведется вместе с многосторонней консультационной группой IGF. В группе 10 членов председатель назначен Виндсерф и вице-председатель Мария Фернандо. Они представятся чуть позже. Есть и пять бывших официальных членов группы. Посланник генсекретаря по технологии. А также еще три члена представителей стран, принимающих IGF в этом году, в прошлом и в будущем году. Хочу теперь предоставить слово председателю группы лидеров, господину Виндсерфу. Спасибо и добрый день. Благодарю вас. Спасибо вам за организацию. И у нас здесь осталось еще свободное кресло. Мы надеемся, что посланник по техническим вопросам к нам присоединится. Мы хотим представить вам документ, который группа лидеров разработала в последние несколько месяцев. Он, этот документ называется, документ интернет, который мы хотели бы видеть. Хочу подчеркнуть следующее. Термин интернет в этом контексте гораздо шире, чем просто способ связывать компьютеры друг с другом. 50 лет назад, когда интернет только был запущен как проект, я на этом и фокусировался. Связь компьютеров друг с другом. Но сегодня интернет — это гораздо более широкое понятие. Это связь между людьми, между правительствами, между бизнесами, их связь друг с другом. И, может быть, это происходит не так, как мы хотели бы, или не совсем так. Может быть, не столь полезно, как нам хотелось бы видеть. И как раз именно об этом мы хотим поговорить. Именно поэтому мы хотим поговорить об интернете в самом широком определении этого термина. Давайте поговорим о том, к чему мы стремимся. И вас приглашаем к этому диалогу. Форум по управлению интернета, как вы прекрасно знаете, уже 18 лет работает. И за эти годы он эволюционировал вместе с самим интернетом. Должен сказать, что он продолжит эволюционировать для того, чтобы удовлетворять потребностям цифровой среды, который тоже растет и развивается. И я горжусь тем, что IGF продолжает свою активную работу и продолжит работать, эволюционировать и расти с тем, чтобы продолжать отвечать требованиям среды онлайн. Хотел бы также отметить работу Пола Митчелла, председателя, который заканчивает свою деятельность на этом посту. Хочу поблагодарить его. И, конечно, я рано его благодарю. Он еще до конца недели будет с нами. Но, тем не менее, давайте поаплодируем ему. Как Пол вам сейчас сам скажет, он при поддержке секретариата делал свою работу. И я тоже хочу это подтвердить. Секретариат нам оказывает огромную поддержку. Я хочу отдельно упомянуть несколько моментов, касающихся этого документа, которыми я хотел бы привлечь ваше внимание. Я хочу задать конкретные вопросы некоторым членам группы по этому документу. Итак, интернет, который мы хотели бы видеть. Мы совершенно ясно понимаем, что этот документ должен рассматриваться целостно. Прежде всего, конечно, я подчеркиваю важность связуемости. Это основная цель сети. И главная ее функция, когда она была разработана и задумана в 1973 году. Мы сегодня видим, что растут потребности. Хотя изначально ее целью было удовлетворение потребностей Департамента обороны США. Но время меняется, интернет растет, его функции становятся шире. И мы должны сделать интернет настолько открытым, насколько это только возможно. Почему это важно? Потому что это свободный поток информации, свободный поток данных, как уже говорили сегодня утром на первой сессии. Именно это и делает интернет уникальным. Без этого потока информации это просто мертвый предмет, который ничего полезного собой не представляет. Помимо того, как мы обеспечиваем связуемость, мы сталкиваемся с неожиданными, иногда нежелательными последствиями этого развития. Мы открыли для себя, что люди остаются людьми, и они злоупотребляют технологиями в целях, с которыми, может быть, я или вы не соглашаемся. И поскольку эти цели не в наших с вами интересах и вообще не в интересах большинства. Поэтому давайте начнем нашу дискуссию документа именно с этого. И последнее, что я хотела бы сказать, этот документ не статичен. Наша группа признает, что эволюция интернета, эволюция АЧФ продолжается. И этот документ должен быть создан в таком виде, чтобы и он тоже имел возможность эволюционировать, меняться в будущем, отражая потребность времени. Хотел бы теперь передать слово Марии Фернанди, которая уже несколько раз сегодня выходила на сцену. И она очень уважаемый член Совета АЧФ, а также группы лидеров. Она расскажет вам немного об этом документе, о том, почему он инклюзивен, почему инклюзивная природа интернета так важна для будущего. А затем я дам слово некоторым другим членам группы. Начнем с Марии Фернанди. Одна из ключевых характеристик интернета, которую мы хотели бы видеть, это универсальность и инклюзивность. Интернет сегодня – это и сельское хозяйство, и энергетика, и производство, и образование, и здравоохранение. Он влияет на все эти отрасли. Он изменил то, как люди общаются друг с другом и с правительствами. Универсальная и значимая связуемость может способствовать экономическому развитию, улучшать здравоохранение, образование в то же самое время, оставаясь инклюзивным. Это обеспечивает значительный прогресс. 2,6 млрд людей все еще не имеют доступа к интернету. Некоторым из них сложно получить доступ к интернету, потому что они не могут себе его позволить с точки зрения финансовой доступности, или у них нет технических средств для этого. Тем не менее, это не только вопрос предоставления инфраструктуры. У некоторых людей нет навыков. Они не умеют пользоваться цифровыми технологиями так, как им хотелось бы. И, может быть, у них просто нет причин выйти в интернет. Они не понимают, зачем это им нужно. У них нет убедительных причин подключиться к интернету. Или, может быть, интернет не функционирует на языке, который они понимают. И поэтому нужно обеспечить доступ, дать людям навык и дать им причину выйти в интернет. Какое-то применение для интернета должно быть. Если мы хотим достичь этой цели, то нам необходимо сотрудничать и объединять наши усилия со стороны правительств, бизнеса, общества, гражданского общества. И создавать доступный во всех смыслах интернет, который приносил бы всем и везде пользу. Для того, чтобы нарастить связуемость, значимую связуемость, все заинтересованные лица должны лучше понимать, как информация и ИКТ функционируют на практике. В том числе экосистему ИКТ. Необходимо понимать роли всех заинтересованных сторон, а также рамочной политики по интернет-связуемости. Все это должно быть основано на правилах, на законах, которые обеспечивают универсальный доступ, инновацию, конкурентность, а также развитие новых технологий. Прежде всего, необходимо балансировать потребности всех заинтересованных сторон, продвигать интероперабельность и высокие стандарты, а также обеспечивать инвестиции по всей цепочке ценовой в области технологий. Необходимо увлекать все заинтересованные лица для того, чтобы добиваться универсальной, значимой связуемости, продвигать принятие новых технологий и также закрывать существующие разрывы в области навыков. Мы рассчитываем на сообщество AGF в том, что оно поможет нам сформулировать эти цели, сформулировать метрики, которые помогут нам измерить прогресс и подумать вместе над тем, как мы можем двигаться вперед быстрее. Большое спасибо, Мария. Как всегда, вы делитесь с нами своими глубокими мыслями, которые заставляют нас двигаться вперед как раз так, как вы предлагаете. А такие хочу попросить Мария Ресса, которая выступит по вопросу доверия в интернете. Она сегодня уже говорила о том, с какими сложностями мы сталкиваемся, с какими сложностями она лично столкнулась в среде онлайн. Вам слово. Благодарю вас. Интернет, к которому мы стремимся, опирается на пять основ. Я новичок. Мы говорили уже сегодня об этом ранее, о том, что потоки данных являются кровеносной системой интернета, но при этом это должны быть свободные потоки, вызывающие доверие. Тогда они смогут основы предоставления государственных услуг, для предоставления бизнес-услуг, основы для сотрудничества. И таким образом передача личных и неличных данных станет неотъемлемым элементом для жизнеспособного, устойчивого экономического роста. Я ранее говорила о том, какой вред несет манипулирование данными. Вопрос в том, к какому видению мы вместе стремимся. Мы считаем, что доверие является ключевым элементом. И доверие обеспечивается тогда, когда правительство берет на себя четкие обязательства по защите прав и свобод граждан, в том числе право на защиту личных данных, сотрудничества между правительствами и другими, необходимы для создания политических рамок на основе взаимосвоместимости, для поощрения глобальных потоков данных. Я призываю всех заинтересованных лиц раскрыть потенциал потоков данных в целях устойчивого развития, обеспечить доверие для того, чтобы был создан режим передачи данных, основанный на защите этих данных. Мария, каждый раз, когда я слышу вас, я понимаю, какое значение для нас имеет ваш опыт и насколько важны те проблемы, которые вы поднимаете. Да, доверие – это то, что трудно заслужить, но легко утратить. Вы об этом говорили неоднократно. Наверное, самым сложным является вопрос о том, как встроить доверие в систему. Меня больше всего беспокоит следующее. Технологическое решение по обеспечению доверия невозможно, потому что доверие возникает между людьми, между организациями. Доверие опирается на опыт. Недостаточно цифровой подписи. Для этого необходима подотчетность, возможность идентифицировать стороны, которые вступают в сделку, доверие к источникам информации. Все это доверие опирается на опыт. И поэтому мы знаем о том, как таким доверием заручиться вне интернета. Необходимо научиться делать это в режиме онлайн. Для этого необходима безопасность. Если говорить о безопасности, я хочу передать слово представителю Ассоциации операторов телекоммуникационных операторов Европы. Да, благодарю вас. Кибербезопасность, безопасность – это вопросы, которыми я занимаюсь уже много-много лет. Я рада возможности обсудить эти вопросы в рамках этой сессии. Для меня это прекрасная возможность обсудить эти вопросы с нашими коллегами, у которых иной опыт, иной подход к интернету и к безопасности в целом. Чем более цифровой становится наша жизнь, тем в большей степени нам необходимо обеспечить безопасность киберпространства. Речь идет не только об интернете, речь идет обо всех цифровых устройствах. Например, интернет, вещей, искусственный интеллект. Все те системы, которые стоят за программным обеспечением, банки, машины, мы зависим от цифровых технологий, мы зависим от интернета. Именно поэтому мы должны сделать все для того, чтобы хорошо работали. Трипти и Кана хорошо это охарактеризовало. Интернет создан был для людей, нужно сделать так, чтобы этот интернет приносил пользу людям. Для этого интернет должен быть безопасным, потому что именно безопасность определяет ценность в технологии. Так вот, кибербезопасность, с нашей точки зрения, является чрезвычайно важным аспектом. Но при этом эта безопасность должна быть обеспечена, не нанося ущерба открытости интернета, не подрывая доверие к интернету. Безопасность – это то, чем должны заниматься все части экосистемы интернета. Нам необходим интернет, который будет безопасным, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны для достижения этой цели обеспечить усилия со стороны всех участников. Именно поэтому мы создали четкие рамки по кибербезопасности, в том числе и юридические. Есть юридическая основа для, например, народного сотрудничества, борьбы с киберпреступностью, для безопасной эксплуатационной деятельности. Но именно поэтому нам необходимо работать вместе и вместе определять цели и задачи с тем, чтобы понимать, как вам видится эта безопасность. Спасибо, Лиса. Мне хотелось бы подчеркнуть то, о чем Лиса только что упомянула. Лиса говорила о программном обеспечении, ОПО. Необходимо признать, что интернет состоит из программного обеспечения, что это очень разнообразная экосистема. Тот факт, что это программное обеспечение, создается людьми, не считая того, что некоторые языковые программы, еще и компьютерные программы умеют писать, это другой вопрос. Но не считая этого, это все программное обеспечение. Но проблема с программным обеспечением, которое написано людьми, означает, что ни одно программное обеспечение не является идеальным. И это огромная экосистема, которая вместе представляет из себя интернет. Нет единого, единообразного интернета. Нет единой системы, если хотите. Это разнообразная система, экосистема разнообразных программных обеспечений. И поэтому, говоря о физической безопасности, о кибербезопасности, это не то, что можно гарантировать. Представьте себе, что интернет был бы стопроцентно безопасным. Он бы все равно не мог нас полностью защитить от тех проблем, о которых говорила Мария. Потому что этот безопасный интернет будет использоваться людьми для того, чтобы распространять дезинформацию. Или для множества других проблемных методов использования его. Поэтому самой технической безопасности недостаточно для создания безопасного интернета. Для этого необходимо обеспечить выполнение прав. И к вопросу о правах предошло бы исполнительному директору Сунзоперадай в Нигерии. Благодарю вас. 75 лет тому назад в Париже страны согласились с тем, какое значение имеет права человека. Всегда непросто прийти к единому решению, когда так много участников. Но с тех пор мы не отказались от этих целей. И мы все согласны с тем, что права человека должны соблюдаться как в физическом мире, так и в виртуальном. И что на цифровых устройствах, с использованием интернета, и в том числе на будущих устройствах, которые еще не были даже придуманы, все равно должны соблюдаться права человека. И интернет, к которому мы стремимся, это интернет, где все защищены от нарушения прав человека. Подход к управлению интернетом, основанный на правах человека, необходим для извлечения максимальной пользы от интернета. Существует множество проблем, которые могут быть решены при помощи интернета, но мы не сможем этого сделать, если не сможем обеспечить соблюдение прав человека, в том числе права на образование. И мы с особой остротой осознали это три года тому назад, когда многие дети в мире не могли получить образование. Мы знаем, что эти дети не только недополучили знания, которые могли бы получить за это время, но и они утратили навыки того, как учиться. Верно, это не только в отношении образования, участия в общественной жизни, участия в культурной жизни, право обсуждать, право участвовать в жизни является чрезвычайно важным. Любое ограничение к такому участию – это то, чем нам нужно работать, чем нам нужно добиваться для того, чтобы интернет полностью позволил нам реализовать наш потенциал. Доступ к информации. Мы должны обеспечить выполнение права предприятий любого размера доступ к информации. Я хочу подчеркнуть, что это речь идет о компании любого размера, в том числе и малых компаний, которые могут пороться за внимание к своей персоне, но и права этих компаний должны полностью соблюдаться. Все заинтересованные стороны – правительство, частный сектор, гражданское общество, техническое сообщество, СМИ – все заинтересованные стороны должны определять цели для того, чтобы подход, основанный на защите прав человека, соблюдался и в пространстве онлайн, в пространстве интернета. Как я уже сказал в начале, мы не знаем, каким будет будущее, что произойдет через 75 лет, но права человека, которые были поставлены во главу угла 75 лет тому назад и должны соблюдаться сегодня, как в физическом мире, так и в виртуальном. Знаете, когда я слушаю Бенге, слушаю энтузиазм, с которым он об этом говорит, во мне возникает такое стремление выполнить все то, о чем он говорит. Но я в завершение хочу сказать, что мы вряд ли, несмотря на наше чаяние, добьемся идеала. Мы не добьемся идеальной ситуации. Нам необходимо будет поправлять наш курс для того, чтобы постоянно приближаться к поставленной, к столь желаемой цели. Цель, о которой так поэтично только что говорил Бенгал. А теперь я хочу попросить представителя Эфиопии рассказать о тех проблемах, с которыми сталкиваются. Инновации, технологии. Вот великолепные звания, заложенности, конечно, огромный объем задач. Скажите, пожалуйста, за какими проблемами сталкиваетесь вы у вас, в вашей стране? Что вы делаете для того, чтобы люди могли иметь доступ к интернету? Благодарю вас. Господин председатель, я благодарю вас. Чего же мы хотим? К чему мы стремимся? Но в нашей стране, в Африке, где я живу, мы хотим быть связанными с миром. Это приоритет для нашей страны. Вопрос в том, как добиться этой цели. Как можем мы связаться с миром? Для этого, прежде всего, необходима инфраструктура. Нам необходимо обеспечить доступ к интернету для всех. И с точки зрения нашей страны, и с точки зрения всего континента. Для этого нам необходима единая инфраструктура для того, чтобы расширить доступ, обеспечить доступ всего населения к интернету. Когда у нас будет единая общая инфраструктура, тогда у нас будет единый контент. В наше общество неоднородно, наша страна неоднородна с точки зрения населения. У нас люди говорят на 18 языках в нашей стране. И поэтому они должны иметь возможность пользоваться интернетом на своем языке. А поэтому нам необходим контент, соответственно, на этих языках. Что для этого необходимо? Необходимо, чтобы люди приобрели необходимые цифровые навыки. Чтобы они были грамотными с цифровой точки зрения. Приобретя такую грамотность, они смогут использовать эти новые технологии. И, в свою очередь, создавать новые технологии. Поскольку, таким образом, они смогут разобраться в том, что же все это означает. Поэтому, прежде всего, мы должны создать инфраструктуру. Обеспечить связь. Прежде всего, должна быть работающая инфраструктура. Потом необходимо создать систему кибербезопасности, цифровых выплат и так далее. Обеспечение оплаты через интернет и так далее. Но сначала нужна инфраструктура. И, таким образом, получаем доступ к другим услугам, которые случаются через интернет. Например, предоставление госуслуг, коммерческих услуг и так далее. Но самое важное – это экосистема. Мы сейчас как раз этим занимаемся. Но вся наша работа должна быть построена во имя человека. С тем, чтобы у людей были необходимы цифровые навыки. И с тем, чтобы они могли с легкостью воспользоваться этими технологиями. И это то, чем мы, прежде всего, занимаемся. Мы делаем все для того, чтобы у населения нашей страны появились технологические навыки, позволяющие им использовать эти технологии. Мы в Эфиопии запустили инициативу «Цифровая Эфиопия в перспективе на 2025 год», опираясь на четыре основных момента. Во-первых, инфраструктура, связь. Мы провели либерализацию телеком-сектора, нашего сектора телекоммуникации. Мы приглашаем, они к участию в этом секторе. Мы надеемся, что это позволит повысить качество предоставляемых услуг, поскольку недостаточно иметь саму инфраструктуру, необходимо обеспечение предоставления качественных услуг. И доступность. Вот это самое важное. То есть полная доступность. Когда мы говорим об значимой доступности, это означает, что услуги предоставляемые должны быть качественными и с точки зрения использования мобильных услуг, и с точки зрения доступа к интернету. И при этом эти услуги, доступ должен быть финансово доступным. Порой есть инфраструктура, есть услуги, но финансово они недоступны населению. Это недопустимо. То есть все должно быть доступным и с финансовой точки зрения, и с точки зрения доступности на тех устройствах, которыми располагает население. Для этого необходимы огромные инвестиции для того, чтобы предоставить необходимые устройства населению страны. И, как я уже говорила, очень большое значение имеет контент. И это то, на что мы направляем наши усилия на национальном уровне. Прежде всего, мы занимаемся построением экосистемы, укреплением финансового сектора, для того, чтобы оказать поддержку инновационным компаниям, которые создают новые технологии, которые занимаются продвижением, развитием технологий. Мы должны показать им поддержку, координировать эту деятельность. Потому что я считаю, что перед нами стоит общая задача, с тем, чтобы мир стал лучше, чтобы мир стал доступен всему человечеству, чтобы мы сотрудничали, нам необходимо сотрудничество со всеми, для того, чтобы мир стал лучше для всех. Нам необходимо, чтобы те, кто пока еще не имеет доступа к интернету, подключились бы к нему. Цифры говорят сами за себя. Нам необходимо их подключить к интернету. Для этого нам нужно работать вместе. Для этого нам нужно сотрудничать. Спасибо. Посмотрите. На примере одной страны мы видим все, что происходит в мире. Мы знаем, мир рекурсивен. На примере одной страны мы видим картину всего мира. А теперь Каролина Эйчсадера, федеральный министр Европейского Союза и Конституции Австрии, которая всегда найдется, что сказать. Я ранее вас уже представлял. Каролина, скажите, пожалуйста, вот как выглядит этот интернет, к которому мы стремимся, с вашей точки зрения? Большое спасибо. Благодарю вас, Винт, отец создатель интернета. Позвольте мне представить общую картину. Не знаю, произведет ли на вас это впечатление или нет. Могу сказать вам, что когда мы только начинали, это все было непросто. Мы начали проводить первые дискуссии онлайн. Может быть, это и нормально для интернет-форума, форум управления интернетом в Японии. Но когда друг с другом не знакомы, это сделать не так просто. Мы все помним, как сложно нам было во время пандемии разговаривать с незнакомыми людьми. Сейчас мы уже хорошо все друг с другом знакомы, хотя первый раз мы встретились как раз в Эфиопии. Я пригласилась всех в Вену тогда, практически все участники группы там находились. Следующее мероприятие было в Женеве, в Швейцарии. Сейчас мы с вами встречаемся в Киото. И, конечно же, очень много этапов было пройдено. Был подготовлен этот документ. Как Мария Раса говорила, у нас есть определенные основы. С моей точки зрения, очень важен подход, основанный на правах человека. Нам необходимо следовать подходу с опорой на права человека. И в определении регулирующих норм, и в проведении инноваций. В гражданском обществе куда лучше понимание стоящих задач. И если говорить об искусственном интеллекте, приложениях, таких как ЧАД, ЧАД и других, также мы намного лучше осознаем, что это означает. Мы надеемся, что мы сможем выполнить наш мандат, наверное, к мае следующего года, может быть, чуть позже, поскольку мы надеемся, что это будет учтено при принятии главного цифрового договора. Мы надеемся, что мы сможем учесть и ваш опыт, ваши соображения учесть. Да, мы, может быть, не так быстро работаем, как обучается искусственный интеллект, но мы надеемся на ваш вклад. Большое спасибо, Каролина. Кстати, вот по последнему замечанию, те, кто получает наши письма, те, кто слушает в зале или онлайн, мы надеемся, что вы сможете высказаться по поводу этих принципов, по поводу тех ЧАД, которые нашли отражение в этом документе. Если нам не удалось отразить ваши ЧАД, пожалуйста, свяжитесь с нами, с тем, чтобы нас покритиковать и поделиться своими соображениями. Мне хотелось бы придать слово еще двум докладчикам, уже почти 6.15. Мы должны призакончить их 6.15, но, тем не менее, я попрошу выставить кратко. Решида Сан, вы принимаете нас здесь, в Японии, в Киото, и нужно сказать, что мы вам очень благодарны за такой теплый прием, за этот великолепный зал, и мы вам очень благодарны за возможность провести эту встречу здесь. Но расскажите, пожалуйста, о том, основании того, как происходит работа интернет-сообщества в Японии, что можно еще сказать в дополнение к тому, что уже было сказано, относительно интернета, к которому мы стремимся. Благодарю вас. Прежде всего, я приветствую вас в Киото. Киото – это международный город, и я надеюсь, что у вас будет возможность и посетить наш город, посмотреть что-то здесь. интернет, к которому мы стремимся. Как развивался интернет в последние десятилетия? Это сеть открытого доступа. В центре этой концепции человек. Еще один вопрос возникает в этой связи. Почему форумы IGF привлекает такое внимание? Потому что это многосторонный подход. Подход, где могут принять участие любые заинтересованные стороны. Здесь они объединяются и обсуждают, как мы можем улучшить интернет. Поэтому все больше людей принимает участие в проходящей здесь дискуссии. В этом году у нас более 8 тысяч участников зарегистрировалось, и из них 6 тысяч присутствуют лично. 70 или 80 процентов участников прибыли в Японию из-за рубежа. Это очень важная идея. И, конечно, у нас на пути много сложностей. Как до меня уже говорили мои коллеги, нам все еще предстоит работа по наращиванию доверия. Мы надеемся, что это будет отражено и в концепции, и в работе группы 20. Нам кажется, что сейчас нужно уже перейти к операционной стадии и выйти из стадии теории и концептуализации. Именно так мы можем нарастить доверие к нам. Конечно, нужно уделять большое внимание кибербезопасности. Мы понимаем, что с этой стороны нас ждут опасности, и поэтому мы должны быть к ним готовы. Кроме того, появляются новые технологии постоянно. Это эволюция, которая движется. И поэтому мы все время видим, как что-то меняется. Например, те же сети, уже не фиксированные, а мобильные системы. И это теперь уже типичная система, распространенная. У нас сейчас есть высотные платформенные системы. Это все новые технологии, которые мы сегодня уже используем в порядке вещей. Конечно, с ними сопряжены новые сложности. Например, генеративный ИИ подразумевает множество вызовов, несет в себе определенные проблемы. И поэтому мы начинаем долгую дискуссию о том, что может происходить, когда технология развивается так быстро, и как в такой короткий период мы можем управлять этим процессом. Это сложная задача. Сложностей много. Новых технологий тоже возникает много. Но нам нельзя забывать об основных концепциях, об основных идеях, которые лежат в основе нашей работы. Прежде всего, и вернусь к тому, что я сказала в начале, это многосторонний подход, подход, в главе угла которого стоит человек. Он инклюзивный и свободный. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Юшида-сан. Я могу интерпретировать ваши выступления следующим образом. Давайте предложим форуму IGF, у которого есть огромный потенциал, использовать этот потенциал для того, чтобы прислушаться ко всем участникам и дать возможность всем принимать участие в решении о том, какая работа должна продолжаться и быть приоритетной. Вот уже два года Пол Митчелл занимает должность председателя. И по мере того, как Пол, вы думаете над сложностями, которые стоят перед нами, и мы смотрим в будущее, строим планы на будущее, гадаем, что ждет нас в будущем. Что можете вы сказать о возможностях форума IGF, о возможностях IGF эволюционировать и адаптироваться в более долгосрочном периоде, чем тот, который у нас уже позади. Мне кажется, мой микрофон не работает. Работает. Нужно помнить, что форума IGF это платформа, которая может выполнять разную работу и служить разным целям. Как хорошим, так и плохим. Все зависит от того, насколько креативны те, кто пользуется этой платформой, и какова их рабочая этика. А также, какую работу мы проделаем с тем, чтобы этика соблюдалась, и что именно мы инвестируем в результаты. я смотрю в зал в самом начале форума, и я вижу, с каким энтузиазмом собрались здесь люди, как вас много. И мы видим, сколько людей зарегистрировалось, более 8 тысяч. Я думаю, что это сделает нашу работу эффективной на благо человечества. Я думаю, что мы не должны терять фокус и понимать, что у нас отличная платформа для дальнейшей работы и для дальнейшего сотрудничества. Спасибо, Пол. Когда есть желание, всегда можно найти способ двигаться вперед. Что ж, мы подошли к заключительной части, и мы видим, что к нам присоединился послание генерального секретаря по технологиям. Он прекрасно формулирует сложности, с которыми сталкиваемся мы в нашей работе в области цифровых технологий. Как вы знаете, я убежден, что форум АГФ, который функционирует так эффективно, имеет возможность быть полезным. он будет эволюционировать и, думаю, что будет меняться его работа. Мы встречались сегодня утром с коллегами по АГФ, и я рад сказать, что у нас есть возможность, в нашей группе лидеров есть работа продолжать работать с ними. Я думаю, что мы все хотели бы услышать сейчас несколько слов от посланника по технологиям о том, куда мы будем двигаться дальше. Большое спасибо. Я очень рад, что смог к вам присоединиться. Уважаемые коллеги по группе, хотел бы поделиться с вами вкратце своими мыслями об интернете, к которому мы стремимся. Интернет – это экстраординарный глобальный ресурс, и видение интернета необходимо обновлять через регулярные интервалы. Я думаю, что такие многосторонние дискуссии как раз помогают нам в наших попытках обновить видение будущего. Наше видение представляет собой инклюзивный, открытый цифровой хаб, который вставят в главу угла человека. Этот глобальный цифровой договор представляет возможности поколениям, которые придут за нами и создает цифровую рамочную структуру, которая позволяет строить цифровое будущее вместе. И саммит будущего, который состоится в сентябре будущего года, тоже будет рассматривать эти вопросы. IGF – это уникальный многосторонний форум в контексте уникального глобального ресурса. У него есть уникальные черты, которого нет ни у какого другого форума в том, что касается участия. И я думаю, что принимающая сторона Япония может гордиться тем, разнообразны участники этого форума, насколько они диверсифицированы, а значит, насколько диверсифицирован опыт, который они представляют собой, собираясь здесь. Конечно, форум IGF будет продолжать играть центральную роль в осуществлении глобального цифрового договора, который тоже должен быть многосторонним. Поэтому, если участники глобального цифрового договора тоже должны представлять собой разные сектора, разные страны и быть многосторонними. Я думаю, что в будущем IGF продолжит играть соответствующую роль. Это создание ООН, это уникальный форум и единственное место, где мы можем обсуждать политику управления интернетом так, как мы это делаем. Интернет продолжит играть важную роль в обозримом будущем и IGF продолжит играть свою роль в области управления интернетом. Завтра на пленарном заседании мы заслушаем записи выступления генерального секретаря по этим вопросам. Я думаю, что вы услышите, что он говорит о нашем видении интернета, о видении будущего IGF и как это будет осуществляться в нашей будущей работе. Благодарю вас за вклад, который вы внесли в этот дискурс и в процесс работы IGF. Спасибо за тот вклад, который вы на этой неделе, начиная с сегодняшнего дня, вносите в нашу дискуссию и в следующую фазу нашей работы. Это фаза переговоров, которая проводится в преддверии саммита будущего. Спасибо. Я думаю, что некоторые из экспертов хотели бы добавить к этой дискуссии, но принимаю во внимание, что мы уже существенно вышли за рамки выделенного нам времени, и у меня есть намеченная встреча. Хотел бы попросить присутствующих поблагодарить участников дискуссии за их выступление, а также за их работу. Хочу поблагодарить вас за вклады, которые вы внесли в нашу работу на этой неделе, и за вклады, которые вы продолжаете вносить, будете продолжать вносить в будущем. Спасибо. Спасибо.